Всем привет! Вы на канале Я Бородач. Меня зовут Илья, и мы сегодня на открытии нового барбершопа Бородач в городе Ногинс. Поехали! В этом видео я спрятал секрет и промо-код на скидку по франшизе. 10% до конца 2020 года. Не пропустите этот момент и смотрите это видео до конца. Сколько стоит открыть барбершоп по франшизе? Имеет ли смысл открываться в период введения ограничений? Уложились ли мы в финансовую модель? И чем помог центральный офис Бородач нашему партнеру в городе Ногинск? Интересно? Пошли расскажу. Один из самых часто задаваемых вопросов по открытию барбершопа это где и какой площади необходимо подобрать помещение и как оно должно выглядеть, чтобы открыть по-настоящему успешный барбершоп. Отвечу на этот вопрос, показав вам локацию, которую мы совместно с партнером из города Ногинск подобрали для открытия нашего филиала. Пойдем покажу. 53 квадратных метра, высота потолков 2,60, которые вмещают в себя и удобную зону отдыха с приставкой, телевизором и доступом к косметике, то есть продукцией, которую чистить архитист, клиент в зоне отдыха может купить. Удобно расположили три кресла для клиентов, для посетителей, чтобы соответственно соблюдать между собой определенное расстояние по всем требованиям Роспотребнадзора, чтобы барберы друг другу не мешали локтями, когда будут стричь и брить клиентов нашей сети. Рад вам представить, это Анастасия, наш партнер из города Ногинска. Анастасия, привет! Привет! Ты довольна всем? Да, очень довольна. Все хорошо? Да, все супер классно. Почему вообще решили обратить свое внимание на тему барберинга? Почему именно барбершоп? Почему именно барбершоп? Не могу ответить, а просто пришла эта идея, и мы спонтанно решили ее реализовать. Расскажи поэтапно, как вы шли к этому моменту, что вы делали для того, чтобы прийти к исполнению этой мечты? У меня уже был большой опыт с франшизой, поэтому я понимала, что самое главное – это поиск помещения, и это был очень больной для меня вопрос. И, конечно, начали мы с этого. И когда мы первый раз разговаривали как раз, меня беспокоил очень сильно этот вопрос. И когда мы нашли вот это помещение на момент как раз покупки, это получилось все вместе, ну, дальше я уже не сомневалась, и все уже пошло подокатанно, и отлично, быстро, супер классно. Расскажи, пожалуйста, помог ли центральный офис определиться с городом или помещением? Как это было? Да. На момент покупки франшизы предложили город Ногинск, а так как тут раньше был партнер, сказали, что тут были очень хорошие показатели, и с расчетом на это мы не задумывались, согласились. А локацию подобрали самостоятельно уже? Да, да. По рекомендациям Кирилла? Именно это помещение я нашла сама просто, идя мимо этого дома, и этого объявления не было на Авито и на Циане, то есть на этих порталах оно не висело, была только наклейка. Важный очень момент, да, что большинство помещений хороших не выкладывается на Авито, потому что оно сдается вот так. Просто люди вешают номер телефона баннером и, соответственно, ждут звонков. Поэтому обязательно всем партнерам, кто в процессе подбора помещений или кто в выборе франшизы, да, мы рекомендуем рассматривать не только все локации пациона Авито, но и, соответственно, обязательно пешочком пройтись по выбранному району, ну, и, соответственно, помещение заведомо, заветное помещение вас уже ждет. Почему вы в итоге остановились именно на бородаче, рассматривали что-то другое? Если честно, я сразу была нацелена на бородач, потому что лично, по моему мнению и по мнению нескольких моих знакомых, это им, ну, это название больше всего на слуху. И мне кажется, это самый узнаваемый бренд, поэтому... Спасибо большое, да, это очень приятно слышать. Зашел первый раз, зашел бороду подстричь. Так, посмотреть, как тут, что. Атмосфера супер. Живу прямо рядом, по местоположению удобно, поэтому обязательно зайду еще. Всем спасибо, ребят, отлично. Как быстро открылись с момента первого нашего звонка? Полтора месяца, получается. Месяц, да, где-то чуть-чуть. Ну, с момента, вот, первый раз мы созвонились. Да, полтора, полтора месяца. С тобой работал Кирилл, да, менеджер открытия. Подскажи, как ты оцениваешь ее работу и что было им конкретно сделано, в чем была основная помощь? С Кириллом было работать очень круто. Он помогал мне во всем. И даже если я там поздно писала, то есть он отвечал. И когда я там... Какие-то насущные были вопросы, я сейчас уже каких-то конкретных ситуаций вспомнить не могу. Но впечатления у меня только положительные. И все, что здесь сделано, это, естественно, с помощью Кирилла в первую очередь. Дизайн проекта составил дизайнер, да, и мы даже почти никакие корректировки не вносили. Кирилл, привет! Привет! Да, знакомьтесь, это Кирилл, руководитель отдела открытия сети Бребешопов Бородач. Один из самых важных, наверное, людей в компании для партнеров, которые покупают франшизу нашей сети. Кирилл, расскажи, пожалуйста, в двух словах, что было сделано для выбора этой локации, почему, собственно, остановились именно на ней? Мы промониторили весь рынок города Ногинск из всех помещений, которые Анастасия скинула мне на аналитику. Она и по цифрам, и по соотношению технического состояния и стоимости аренды данной локации, она была самым идеальным вариантом. Что было сделано после выбора локации с точки зрения дизайна, закупки мебель, оборудования? За время пандемии мы не сидели на месте, мы сделали новый брендинг. Здесь, в этом Бребешопе, применены все наши современные и последние нововведения. Ну, конкретно. Мы нанесли паттерн на стены, подготовили новую графику, и все это визуализация отображена. Также согласовали неизменимую часть нашего старого визуала в виде данного граффити здесь на стенку. Также обратились к нашим поставщикам мебели, которые предоставили хороший диспанс на данную модель кресел. И наши мебельщики с нашего собственного производства подготовили индивидуальный заказ под данный Бребешоп. Что с точки зрения подбора персонала? Были ли какие-то сложности? Как долго искали их? Конкретно в данном филиале с этим сложности вообще не возникло. Тут работают двое выпускников нашей Академии Бородач, достаточно атрифицированные ребята. Они уже успели поработать в других Бребешопах, наработать опыт и остановились в итоге на нашем бренде. Были ли какие-то сложности в открытии в связи с введением ограничений и карантином? Нет, ни с какими сложностями я не столкнулась. С пожаркой все у нас легко решилось. Пришел человек от собственника, он немного с этим помог и просто сказал, что сам все сделать, мне не нужно будет больше с этим заморачиваться. Во всем помогут. А с Роспотребнадзором я подала заявление и все в порядке, начали деятельности. Проблема не такая страшная? Конечно, это все не так страшно. Запаситесь масками, перчатками и вперед в бой. Давай вопрос, который действительно насущный финансовый. Уложились ли финансовую модель? К сожалению, мы немного перешли за грани финансовой модели нашей, но я думаю, что это точно просчитается в любом случае. Никогда не получится до копейки. Я надеюсь, что это того стоит и что мы окупимся именно в те сроки, которые гласила наша финансовая модель. Сколько рассчитали и, соответственно, в какую сумму примерно открылись? Нам рассчитали 1 500 000 на открытие. Это все комплексный месяц франшизы совсем. Потратила я примерно 1 650 000. Как-то так. У нас есть онлайн-школа для предпринимателей, которые покупают нашу франшизу. Называется она онлайн-институт Бородач. В нем, я насколько помню, мы собрали все, вообще весь материал по барберингу и для предпринимателей, которые покупают франшизу, и для администраторов, и для барберов. Я знаю, что часть партнеров, к сожалению, забивает на это дело. Изучил ли ты информацию и про пользу? Расскажи, пожалуйста. Да, я изучила, я скачала приложение сразу, когда прошла регистрацию. Очень все удобно, понятно, доступно. Я посмотрела все почти на одном дыхании и, если честно, даже не могу что-то конкретное выделить, потому что все полезно и все обязательно к просмотру. Касаемо подбора персонала, какие были сложности? Были ли сложности? И, собственно, расскажи про этот момент. Я, на самом деле, очень переживала тоже. Вот два, наверное, самых насущных вопроса. Это было помещение страх и подбор персонала тоже страх. Кирилл всегда был на связи, всегда меня успокаивал, что все будет нормально. И я выложила сначала, начала искать барберов, на нескольких сервисах выложила, и с каждого как раз сервиса я откликнулась по барберу. Интересный факт то, что два барбера ко мне откликнулись. Один с Авито, другой с Хедхантера. Потом на моменте собеседования выяснилось, что они закончили Академию Бородач. Теперь они являются одними из лучших квалифицированных специалистов в городе Ногинск. И, конечно, я этим очень горжусь, что они работают в моем барбершопе. Всем привет, я Игорь, мы находимся в салоне Бородач в городе Ногинск. Полтора года назад я закончил Академию Бородач, и вот на протяжении полутора лет меня украшает эта самая футболка. За это время я, конечно, сменил достаточно салонов и много разных брендов, но жизнь меня сводит именно с этим местом, с этими ребятами. Почему я останавливаюсь именно на этом? Потому что люди сюда приходят не только за первоклассными стрижками и идеальным бритьем, но и за живым общением, которое мы людям можем предоставить. Мне кажется, именно это и отличает Бородач от других брендов. Приходите к нам стричься в барбершоп Бородач. На администратора тоже было очень много откликов, я не ожидала просто такого. Поэтому с поиском персонала вообще не было никаких трудностей, ребята классные, хорошие. Ты обратилась в нашу компанию в тот момент, когда были введены определенные ограничения, пандемия до сих пор проходила. Мы за это время не сидели сложа руки, мы активно занимались разработкой нового мобильного приложения. Ты его скачала, я так понимаю? Конечно. Понравилось, не понравилось? Может, какие-то пожелания к нему есть? Очень удобно, мне кажется, все супер. Функцию барберного выезд вы еще не тестировали, да? Пока нет. То есть, ну, у нас есть в сети, в мобильном приложении, обязательно скачайте, посмотрите, как это выглядит. Мы в тренде первые в этом направлении. Отчасти, наверное, принимала решение по YouTube нашему каналу, да? То есть мы YouTube канал продвинули. Да, еще до покупки франшизы я посмотрела все, ну, естественно, подписалась и посмотрела все видео с открытий, вот. И, конечно, это меня вдохновляло еще больше. Да, на самом деле, я смотрю, приложение вот новое, которое мы выпустили по бардачу, оно обалдеть какое удобное. Я, на самом деле, на выходных сам просто полазил по нему. Я купил себе косметику по скидке, там, выпало в Усаевском барбершопе нашем. Мне очень удобно теперь к барберу записываться. Я к своему мастеру записываюсь теперь только... Раньше я сам через Y-Kline записывался, сейчас очень удобно. Заходишь в мобильное приложение, нажимаешь к барберу, и он тебе сразу твой барбершоп уже подгружает того барбера, к которому ты уже ходил. Это очень удобно. Поэтому прям здорово, приятно пользоваться продуктом. Еще классно очень пуш-уведомления постоянно приходят, оформил себе подписку. Да, вот мне вот пришло уведомление недавно, тоже в мобильном приложении Бородач, Бородач и Яндекс Плюс. Да, мне там и скидосы подкинули на такси, и дали еще три месяца на кинопоиске фильмов смотреть вперед. Подключил к Алисе дополнительные. Здорово, мобильное приложение всем рекомендую, кто еще не скачал, обязательно посмотрите. Это не как сотрудник компании, а как пользователь и клиент нашей сети. Купить косметику, добавить в корзину, оплатить картой. Вот, купил только еще баночку матовой пасты для волос. Желаю искренне успехов вашему филиалу, буду следить обязательно, я редко приезжаю. Я хотела бы сказать огромное спасибо франшизе вашей, полностью я делала сопровождение за то, что у нас все получилось, все получилось так быстро и круто. Я, правда, всем довольна уже, но были, конечно, какие-то там мелочи, но это не без этого всегда. Но сейчас только хорошие положительные эмоции и всем довольна. И вам пожелать только развиваться, расти и как можно больше филиалов открывать. Супер, спасибо большое, дай пять. А я, ребята, продолжаю снимать новые видеоролики из новых барбершопов Бородач. На данный момент у нас открыто больше 180 филиалов, и это еще далеко не предел. Видите, мое грустное лицо? Это потому что этот выпуск подходит к концу. Но есть и хорошие новости. Мы едем открывать барбершопы в другие города по всей стране. Подписывайтесь на канал Геобородач, скачиваем мобильное приложение в App Store и Google Play, будь в теме новых выпусков. Всем бородач! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова